Да, да, окей, дай мне выпить чашечку кофе и мы с тобой все решим. Доброе утро. Мне, пожалуйста, самый большой купучина. Дмитрий Иванов считает себя заядлым кофеманом. В день может выпить до четырех, а то и пяти полных чашек кофе. Рассказывает, любовь к бодрящему напитку зародилась несколько лет назад, во время крымских каникул. Там все пьют кофе, у них культура потребления кофе намного выше, чем у нас. И там я научился пить кофе по несколько чашек в день, потому что с утра проснулся, выпил кофе, куда-то поехал, выпил кофе, встретился с друзьями, выпил кофе. И сейчас в Самаре происходит то же самое. И мне это очень нравится, это безумно заряжает, это очень вкусный напиток. Аналитики сообщают, традиционно чайная Россия становится кофейной. Доля потребляемого кофе на душу населения стремительно растет. А за последние три года чай утратил лидерские позиции по реализации в нашей стране. Продано 145 тысяч тонн кофе и 142 тысячи тонн чая. Я думаю, что в последнее время спрос на кофе повысился, потому что кофе стал уже не просто напитком, а особым ритуалом для человека в современном мире. Чаще всего гости заказывают классику, это капучино, латто, флэк-вайт, американо, фильтр кофе. Это зависит от предпочтения, если человек хочет что-то более молочное и нежное, либо что-то покрепче и бодрящее. Но это всегда стабильно хорошая, вкусная чашка кофе. Прогуляться по городу с согревающим стаканчиком кофе сегодня можно сказать мода. И я от тренда не отстаю. Но что скажут медики на такое повальное увлечение кофеиносодержащим напитком? Оказывается, то, что вкусно и ароматно, хорошо в меру. Это то же самое, как пекарни, булочки, выпечка. Сахар, кофе – это наркотические вещества, которые вызывают зависимость. Но не думайте, что кофе совсем нельзя пить. Одна чашечка качественного, свежесваренного, ароматного кофе в первой половине дня вполне допустима. Кофе – напиток неоднозначный, отмечают врачи. С одной стороны, он вырабатывает гормон счастья, тонизирует кровеносную систему и содержит ряд полезных витаминов и микроэлементов. С другой – дает серьезную нагрузку на желудок, почки, поджелудочную железу и нервную систему. Кофеин повышает уровень кортизола, поэтому противопоказан беременным и кормящим женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Конечно, если и кофе у нас появился в 857 году, и не может быть такого, чтобы кофе никак не присутствовал в жизни нас. И, естественно, может быть как вред, так и польза. Всегда нужно подходить, наверное, с врачебной точки зрения, можно сделать определенные виды исследований, чтобы понять, насколько он полезен или вреден. Организм у каждого индивидуален, напоминают медики. И если до кого-то кофе – безвредный напиток, то для других он может стать причиной апатии или, наоборот, перевозбуждения. А также головной и желудочной боли, скачков артериального давления и преждевременного старения. Медики советуют, прежде чем налегать на модный напиток, проверьте здоровье. Ограничиться только до обеденной чашкой кофе тоже не повредит. Главное – не натощак. И не всегда с молоком и сахаром. Эти топпинги провоцируют выброс инсулина в кровь. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.